В эфире радиожурнал Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ «Питерская правда», подготовленный совместно с радиогазетой «Слово». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире 64-й выпуск радиожурнала «Питерская правда» Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ на волнах патриотической радиостанции радиогазета «Слово». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующие передачи. Новости КПРФ. Ведет Родион Киреев. Страница районов. Московский район. Ведет первый секретарь московского отделения КПРФ Олег Анатольевич Иванушкин. Актуальное интервью с известным историком Игорем Васильевичем Пыхаловым, где он расскажет о своих поездках в Новороссию. Ведет Алексей Филиппов. Затем в рамках радиостраницы «Знамя» вы услышите передачу, подготовленную первичным отделением КПРФ «Гагаринское» Московского района, посвященную Дню памяти и скорби 22 июня. Ведет передачу ветеран партии Юрий Викторович Стукалов. После мы продолжим страницу районов. В гостях у нас будет Адмиралтейский район. Вы услышите третью часть передачи, посвященную трудовым спорам. И той непростой ситуации, в которую попадают коммунисты на своих рабочих местах, пытаясь бороться за свои права. И завершает нашу программу авторская передача профессора, доктора философских наук Виктора Дмитриевича Комарова, где он читает и комментирует роман известной советской писательницы Галины Серебряковой о Карле Марксе. Оставайтесь с нами и не верьте зомбоящику. А сейчас в эфире новости КПРФ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня в студии Родион Киреев. Говорим мы сегодня об основных новостях из жизни партии, ее Центрального комитета и Санкт-Петербургского городского отделения. Заявление Бюро Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ о создании дома-музея и установке памятника Иосифу Виссарионовичу Сталину в поселке Хорошево-Ржевского района Тверской области. Бои под Ржевом одни из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. Здесь в 1941-м бойцы Рабоче-Кристианской Красной Армии преградили путь рвущимся к Москве немцам. В 1942-м ковали победу под Сталинградом, сковав в ходе операции Марс войска противника и сорвав их прорыв к армии Паулюса. В 1943-м отбросили гитлеровцев за Волгу. Здесь более миллиона советских граждан отдали жизни за грядущую победу. Поэтому неудивительно, что именно сюда на фронт приехал Иосиф Сталин в августе 1943-го, остановившись в деревянном доме в поселке Хорошево. Именно здесь был подписан приказ о проведении первого победного салюта в честь освобождения в ходе Курской битвы Орла и Белгорода. В дальнейшем у этого дома была непростая судьба. Созданная в нем библиотека и небольшая экспозиция во времена хрущевских гонений были ликвидированы, но в 1983-м восстановлены. А в 2013-м, к 70-летию от посещения деревни Сталином, на доме открыли мемориальную доску. Убеждены, что этого недостаточно. Здесь должен быть создан музей и установлен памятник верховному главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину. Разумеется, так называемая либеральная общественность неизбежно взорвется истерическими криками. Но никаким профессиональным антисоветчикам-русофобам из мемориала и подобных обществ не удастся перечеркнуть выдающуюся роль Иосифа Виссарионовича Сталина. И как главнокомандующего, приветшего наш народ и рабоче-кристианскую Красную Армию к Великой Победе. И как руководитель советского государства, в тяжелейших условиях сумевшего создать немыслимую для капиталистических стран эффективную экономику, которая обеспечила фронт всем необходимым. И это прекрасно подтверждает жизнь. По официальной статистике, более 70% жителей Ржевского района поддерживают создание музея и установку памятника. Бюро комитета Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ поддерживает увековечивание памяти одного из творцов Великой Победы, спасшего мир от коричневой чумы, и призывает всех патриотов и людей доброй воли присоединиться к этому. Музею и памятнику Верховному Главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину в поселке Хорошево под Ржевом быть первой секретарь Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ Ольга Архиповна Ходунова. Музею и памятнику Верховному Главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину в поселке Хорошево под Ржевом быть первой секретарь Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ. КПРФ неизменно входит в десятку лучших плакатистов страны. Его работы всегда неожиданны, точны, ироничны. Зачастую в одном плакате ему удается сформулировать и донести до зрителя те идеи, которые в ином формате потребовали бы многочасового доклада. Не случайно их популярность давно вышла за пределы партии. Например, ставший знаменитым мебельторг России, посвященный деяниям группировки бывшего министра обороны Сердюкова, разошелся по интернету в десятках тысяч копий. На открытии выставки присутствовали руководители партии, депутаты Государственной Думы и представители Ленинского комсомола. Геннадий Андреевич Зюганов высоко оценил представленные работы, особенно отметив выполненные в современной стилистике. В своем выступлении он неоднократно подчеркивал особую эффективность плаката в агитационно-пропагандистской работе как одного из самых демократичных, точных и доходчивых инструментов. Руководителя партии активно поддержала руководитель аппарата фракции КПРФ Госдумы Нина Астанина, призвав присутствующий комсомольский актив смелее использовать работы Игоря Геннадьевича Петрогина-Родионова в своей деятельности, особенно в ходе предуборной кампании. «Давно пора начинать разговаривать с избирателем на современном и понятном ему языке», подчеркнула Нина Астанина. 20 июня 2015 года в городе Москве состоялся 8-й июньский пленум Центрального комитета КПРФ со следующей повесткой дня «Дело Великого Октября и задачи молодежной политики КПРФ». Перед началом заседания состоялось традиционное вручение партийных и комсомольских билетов москвичам и молодым коммунистам Подмосковья, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Участники пленума тепло поздравили их вступление в ряды партии и пожелали успехов в деле борьбы за власть трудового народа. Доклад по основному вопросу повестки дня был заранее опубликован в партийных средствах массовой информации. С его основными положениями выступил председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуждения выступил председатель партии Геннадий Зюганов. Он отметил, что либеральный курс, которому следовало правительство в течение последних 25 лет, одно из главных зол для нашей страны. От последствий либеральных реформ в первую очередь страдает молодежь. Для поддержки молодых россиян была подготовлена молодежная программа КПРФ «В интересах будущего», в которой в доступной форме изложены предложения партии по работе с юношеством и студенчеством. Проекты документов Пленума представил от имени редакционной комиссии заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Георгиевич Новиков. Принято постановление, в котором обозначены приоритетные задачи, стоящие перед партией. Формирование молодого поколения самоотверженных борцов за социализм, подъем классового и патриотического сознания в молодежной среде. Пленум утвердил основные положения молодежной программы КПРФ. Материалы Пленума Центрального комитета партии уже опубликованы в партийной печати. В ночь с 21 на 22 июня 2015 года в поселке Смолечково курортного района Санкт-Петербурга состоялась мемориальная акция «Вахта памяти», организованная Санкт-Петербургским городским отделением КПРФ при поддержке городского отделения Ленинского комсомола и приуроченная к 74-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Мемориальная акция «Вахта памяти», которую уже более 10 лет подряд подработают ленинградские коммунисты, уже по полному праву можно назвать межрегиональной акцией. На этот раз к вахте помимо петербургских коммунистов и комсомольцев присоединились активисты ленинградского и новгородского областных отделений Ленинского комсомола, курсанты Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа и школьники, отдыхающие в оздоровительных лагерях курортного района. Комсомольцы Ленинградской области в этом году самым серьезным образом помогли петербургским комсомольцам в подготовке данного мероприятия. В общей сложности в траурных мероприятиях приняли участие свыше 260 человек. Говорит ведущий вахты памяти секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ Роман Кононенко. Дорогие друзья, сегодня в памятные дни начала Великой Отечественной войны мы открываем нашу вахту памяти, знамя нашей победы. В этом году мы проводим вахту памяти здесь, на берегу Финского залива, в поселке Смолечково, курортного района Санкт-Петербурга. Этой ночью у каждого будет возможность почтить память тех, кто сражался, жил и умирал в блокадном Ленинграде, но не сдавался. Тех, кто под постоянным фашистским огнем доставлял в сражающийся город хлеб и вывозил из него детей. Мы почтим и память тех, кто первыми принял бой ранним утром 22 июня 1941 года. Выбор места проведения мероприятия не случайен. Поселок Смолечково назван в честь Героя Советского Союза Феодосия Артемьевича Смолечкова, снайпера 42-й армии Ленинградского фронта. Феодосий Смолечков в боях на Ленинградском фронте уничтожил 125 немецких солдат и офицеров, потратив при этом всего 126 патронов. В этом году вахта памяти прошла под девизом «Знамя нашей победы». Закон Российской Федерации о знамени победы был принят в 2007 году в целях увековечения и народного подвига в Великой Отечественной войне, вознаменования заслуг воинов советских вооруженных сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков. Митинг в память о жертвах этой страшной войны открыл своим выступлением руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Санкт-Петербурга Владимир Яковлевич Дмитриев. Мы, потомки тех героев, сегодня говорим им огромное спасибо. Благодаря им, отдавшим жизни, и тем, кто вместе с ними бок о бок сражался, мы сегодня имеем возможность жить, учиться, работать, мечтать, строить планы и осуществлять их. Сегодня день памяти. Эта ночь всегда по-особому воспринималась сердцами советских и сегодня российских людей, потому что еще и еще раз мы должны вспомнить и сказать спасибо. О необходимости молодежи свято хранить память о Великой войне говорила 1-й секретарь Санкт-Петербургского городского комитета Ленинского комсомола Анна Клочкова. Ленинский комсомол и коммунистическая партия вахту памяти проводят уже более 10 лет. Но это первая вахта памяти, на которую не смог приехать ни один ветеран. Они еще живы, они еще могут многое рассказать. Но у них уже нет сил для того, чтобы принимать активное участие. И сейчас я хочу обратиться именно к молодым ребятам, тем, кто первый раз принимает участие в нашей памяти, в нашей вахте памяти. Я вас очень прошу. Помните историю, знайте историю, защищайте историю и передавайте ее. Ту историю о подвигах Великой Отечественной войны, о подвигах наших отцов и дедов своим детям. Если вы будете это делать, значит, эта история никогда не умрет. А значит, война никогда не придет на нашу землю, потому что в ваших руках то мирное небо, которое подарили нам ценой собственной жизни наши герои. Также к участникам вахты памяти обратились глава муниципального образования поселка Смолечково Антон Евгеньевич Власов, секретарь Санкт-Петербургского горкома КПФ, депутат фракции КПФ в законодательном собрании Санкт-Петербурга Юрий Арминакович Гатчин и первый секретарь курортного райкома КПФ Михаил Михайлович Деревянко. Далее вахтовиков ждали солдатская каша и чай из полевой кухни, дружеское общение у костра прямо на берегу Финского залива. Неподалеку от полевой кухни военно-патриотическим клубом «Комсомолец» была организована выставка военного обмундирования рабочей костянской Красной Армии различного инвентаря. Участники могли подержать в руках и даже разобрать масса габаритные макеты знаменитых автоматов ППШ и винтовок Мосина. В рамках концертной части программы ведущий вахты памяти секретарь Санкт-Петербургского городского комитета КПФ Роман Игоревич Кононенко провел исторический урок проекта «Знамя нашей победы» для всех гостей вахты. Участникам вахты памяти были продемонстрированы видеоролики «Память», «Кто твой супергерой», «Блокада Ленинграда», «Все о той весне». Военные песни для участников вахты памяти исполнили группа Анты под руководством коммуниста Антона Котова, коммунист Николай Старцев, курсанты Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа. Известный современный исполнитель «Слава Фактор» исполнил две собственные песни о гордости подвигам предков и о сносе бронзового солдата в Таллине, а секретарь горкома Ленинского комсомола Андрей Беляков прочитал стихотворение «Черный камень» из «Реквиема» Роберта Рождественского. Вот и подходит та минута, когда ранним утром 22 июня ровно в 4 часа Германия без объявления войны напала на СССР. Концерт прервался звуками авианалета, разрывов бомб и воем сирены. На воде Финского залива поднялись ввысь столбы взрывов. Началась страшная война. Из динамиков звучит голос Левитана. В руках участников вахты памяти зажигаются свечи в память о жизнях миллионов советских граждан, унесенных войной. На воду Финского залива с катер на воздушной подушке спускается венок память о павших в годы Великой Отечественной. Завершилась вахта памяти 2015 возложением цветов к мемориалу Героя Советского Союза Феодосия Сморячкова. Коммунисты проводят вахту памяти в память о тех, кто уже никогда не вернется домой. В память о детях, не выживших во время блокады Ленинграда. О юношах и девушках, отдавших свои молодые жизни войне. В память обо всех наших героях, сломивших коричневую фашистскую гадину. Они воевали за то, чтобы сегодня жили мы. Поэтому коварного врага мы никогда не простим, а наших героев никогда не забудем. Не позволим обесславить легендарный крейсер «Аврора». Заявление Бюро Санкт-Петербургского городского комитета КБРФ. В последние дни средствами массовой информации распространяется заявление советника губернатора Санкт-Петербурга Игоря Курдина о планируемой замене на ремонтируемом крейсере «Аврора» герба СССР на Двуглавого Орла. Бюро Комитета Санкт-Петербургского городского отделения КБРФ считает предложение Игоря Курдина неприемлемым как с нравственных, так и с исторических позиций. Во-первых, заявление командования ВМФ о планировании возвращения крейсера «Аврора» в боевой состав флота предполагает, что крейсер будет носить современную символику ВМФ России. По нашим сведениям, никаким приказом или иным нормативным документам замена символики боевых кораблей российского флота не предусмотрена. И корабли несут боевую службу с красными звездами на носовой части. Во-вторых, изменение внешнего вида корабля, с которым связана жизнь и воинская служба нескольких поколений военных моряков, офицеров и матросов, не должно проходить втайне от них, без учета их мнения, как и мнения организаций ветеранов ВМФ жителей Ленинграда. Предложение Курдина – это личное мнение председателя клуба подводников Санкт-Петербурга, не обсуждавшиеся даже членами клуба. В-третьих, «Аврора» – символ Великой Октябрьской Социалистической Революции, а не просто участник трех войн. В этом качестве он вошел в историю России и в мировую историю. И именно в этом качестве его знают сейчас во всем мире. Относясь с уважением к дореволюционному боевому прошлому «Авроры», мы считаем недопустимым вымарывать из истории не менее великие подвиги крейсера и его экипажа в советское время. Ставший кораблем номер один военно-морского флота, крейсер достойно служил советскому народу. Под советским гербом крейсер был и учебной базой для стремительно развивающегося советского флота, и кораблем-дипломатом, совершавшим визиты дружбы в другие государства. Под ним же он встретил Великую Отечественную войну. В тяжелейших боях за Ленинград крейсер стал важным звеном противовоздушной обороны Ленинграда, а снятые с него крупнокалиберные орудия стали артиллерийской батареей в районе Дудергофа. В сентябре 1941 года в течение недели батарея вела бой с немецкими танками, сражаясь в полном окружении до последнего снаряда. К исходу восьмого дня боев из 165 авроровцев вышли к своим только 26 моряков. После войны крейсер был отремонтирован и встал на вечную стоянку на Петроградской набережной. Серпом и молотом и под краснознаменным флагом, который ни разу не спускался перед врагом, крейсер Аврора продолжал служить народу, и как учебная база курсантов-нахимовцев, и как корабль-музей. За свои заслуги крейсер стал единственным в стране дважды орденоносным кораблем. Бюро комитета Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ считает любые попытки заменить на Авроре советские символы циничной попыткой антикоммунистов переписать историю, политическим заказом антисоветчиков. А то, что это происходит в год 70-летия Победы и в преддверии столетия Великой Октябрьской социалистической революции, одним из символов которой и является Аврора, ставит авторов этой идеи в один ряд с украинскими и прибалтийскими национал-фашистами, срывающими георгиевские ленты и ветеранские награды, и крушащими памятники и символы советской эпохи. Коммунисты и комсомольцы, настоящие патриоты и все те, кому дорога история Родины, твердо заявляют, мы не дадим переписать истории. Руки прочь от Авроры. Секретарь Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ Роман Игоревич Кононенко. Уважаемые друзья, мы благодарим вас за внимание. До новых встреч на волнах радиогазеты «Слово» в радиожурнале «Питерская правда». Вы слушали новости КПРФ. Вел передачу Родион Киреев. Сталин – это имя штурмовое, Коротко зовущее вперед. Сталин – это ритмы днепростроя, Сталин – это чкаловский полет. Сталин в темпах первых пятилеток В лозунгах догнать и перегнать. Сталин – главный вождь страны Совета, Божий бич и Божья благодать. Сталин – это пламенные звезды Над седыми стенами Кремля. Сталин в шуме тракторов колхозных, С ним Россия – русская земля. Сталин – это наше корневое, Это русский радионабев. Это уважение к героям, А к врагам презрение и гнев. Это танкодромы и причалы, Тысячи тоннелей и мостов. Волгодон и Беломор каналы И рожденья новых городов. Племя непокорных – это Сталин, С ним навеки Брест и Ленинград. С дойкостью своей, что тверже стали, Доблестью не знающей преград. С ним навеки роты фронтовые, Где солдат солдату друг и брат. Он их вел сквозь бури огневые, С ними шел подгрохот канонат. За него на смерть вставала Зоя, На него равнялся Гошевой. Вместе с ним советские герои Сослоняли родину с собой. Сталин – это знаковое имя, В грозный час сплотившее народ. Это воля матери России, Разгромивший чужеземный сброг. Сталин – это взлет родной державы, От сахи до ядерных высот. Сталин – это путь великой славы, Сталин – это вера в свой народ. Сталин – это музыка победы, Это мирных планов громадьё, Это пробуждение планеты, И высокий промысел её. Сталин – знамя будущих сражений, Символ самой правильной страны, Лучезарный и суровый гений, Патриоты Сталину верны. Сталин – это наш советский гений, Патриоты Сталину верны. Продолжает наш радиожурнал Страница районов. Московский район. Ведёт первый секретарь Московского районного отделения КПРФ Олег Анатольевич Иванушкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете страницу «Товарищ», Подготовленную Московским районным отделением Коммунистической партии Российской Федерации. В передаче принимает участие коммунист Лаверычева Ирина Германовна. Ирина Германовна – кандидат философских наук И свою основную научную деятельность Посвятила проблеме добра и зла И их конкретных проявлениях в людях Эгоизме и альтруизме. Сегодня она расскажет нам О результатах своей работы. Это будет её первый разговор С радиослушателями. Надеюсь, мы продолжим в наших передачах Освещать эту тему, которая, безусловно, Не оставит никого равнодушным. Итак, слово Ирине Германовне. Сегодня мы все с глубокой печалью понимаем, Что распад СССР и мировой системы социализма Привели к серьёзному концептуальному кризису В теории социализма и коммунизма И утрате коммунистическим движением Лидирующего влияние на мировой исторический процесс. Мы слышим, как с нескрываемым торжеством Все те, кто были врагами СССР и советского строя, Объявляют о полнейшей несостоятельности И окончательной гибели идей коммунизма. На этом выстраиваются всевозможные Произвольные спекуляции. При этом никто не утруждает себя Исследованием реальных причин Направлений и тенденций развития современного мира. Тем не менее, для нас, тех, кто мечтает О честное, справедливое, не попирающее Человеческого достоинства жизни для всех граждан нашей страны Очень важно иметь истинное представление о том, Что же произошло с нами и нашей страной на рубеже веков. Найти истинные ответы на вопросы Почему рухнули СССР и мировая система социализма 20 века? Что происходит в мире сегодня, в 21 веке? Есть ли перспектива для дальнейшего развития Коммунистических и социалистических идей? Какова в действительности Историческая роль социализма? Исчерпал ли он на самом деле свой потенциал? Или по-прежнему остается путеводной звездой Для всего передового человечества? В самом кратком изложении Обозначим лишь те самые острые вопросы, Которые неотложно требуют своего решения Или хотя бы обсуждения. Рассмотрим роль эгоизма и альтруизма В общественной жизни человека. Философы Сократа до Канта Такие свойства человека, как способность к самоограничению, Совесть, социальная ответственность, самоконтроль, добродетели Связывали прежде всего с разумностью человека И общественная мораль считалась Осключительно продуктом рациональной мысли. Потом философы-сенсуалисты Руссо, Шопенгар, Кропоткин Наш Владимир Соловьев Показали, что на одной рациональности Построить мораль невозможно. Для формирования морали необходима И способность человека к социальному чувству, Которое проявляется в доброжелательности, Симпатии, сочувствии, сострадании и альтруизму. Чтобы дать морали естественное обоснование, Философы-сенсуалисты были вынуждены предполагать, Что все люди в одинаковой степени свободны, Способны к альтруизму, И что альтруизм должен обязательно побеждать эгоизм. Эта точка зрения была доминирующей В советской идеологии, И сегодня она остается популярной Среди специалистов в гуманитарной сфере. Однако, вопреки этому распространенному мнению О равенстве духовного потенциала людей, И о том, что в каждом человеке С одинаковой вероятностью Может проявляться как эгоизм, Так и противоположное свойство альтруизма, Современные социобиологические данные, В частности, данные, полученные В нашей психосоциологической работе, Показывают, что в реальности Все обстоит гораздо сложнее. На характер поведения людей Влияют не только социальные положения, Воспитание, образование, навыки Соблюдение нравственных норм, Но и различная врожденная склонность К эгоизму или альтруизму. Современное естествознание Располагает достаточно убедительными данными О том, что люди, Обладая различной индивидуальной наследственностью, Под влиянием различных Как социально-культурных, Так и социально-биологических условий, Формирует два основных Нравственно-психологических типа Эгоисты и неэгоисты, Которых обычно и называют альтруистами. При этом эгоисты образуют В обществе подавляющее большинство. В популяционных исследованиях Школьников, учащихся Училища студентов, Мне удалось уточнить Численное соотношение Эгоистов и альтруистов. Оно оказалось равным 1 к 15 Кроме того, обнаружилось Несколько типов эгоистов С разной степенью эгоизма. Мягкие эгоисты, Умеренные, Жесткие и крайне жесткие. В общей сложности Получилось соотношение, Близкое, Известному в генетике Порядку расщепления признаков 1 к 4, К 6, К 4, К 1, К 1, К 1, К 1, Система наследования По двум парам Однонаправленных генов. Эти данные Дают возможность Предполагать, Что вероятнее всего Человеческое общество Состоит из людей, Имеющих по признаку Альтруизма или эгоизма Различные наследственные задатки, Подчиненные определенной Системе доминирования И встречаемости в популяции. Эгоизм связан С проявлением диких, Более сильных, Доминантных генов. Альтруизм связан С проявлением культурных, Более слабых, Рецессивных генов, Которые проявляются Только в отсутствии Генов доминантных. Это значит, Что все обнаруженные типы, Один тип альтруистов И четыре типа эгоистов, Встречаются в обществе С определенной чистотой. Наследственных альтруистов, Интуитивно и выполняющих Нормы морали, Благодаря врожденному Социальному чувству, Не более 6%. Мягких эгоистов, Легко поддающихся Альтруистическому воспитанию И принимающих нормы морали, Около 25%. Умеренных, Поддающихся воспитанию Со средним результатом, Около 40%. Жестких эгоистов, С трудом воспринимающих Нормы морали, Около 25%. И крайне выраженные, Практически не поддающиеся Воспитанию, Чистые генетические эгоисты, Так же как и чистые альтруисты, Составляют не более 6%. В совокупности же Общество оказывается Психогенетически неоднородным, Гетеротипным, То есть складывается Из нескольких генетических, Запрограммированных, Нравственно-психологических, Социальных типов людей. Эти результаты, При всей их кажущейся формальности, Исключительно важны Для понимания того, При каких закономерных, Культурно-нравственных изменениях Общественного сознания, Происходит трансформация Или смена общественного строя. Вместе с тем, Мы должны понимать, Что деление людей на эгоистов И альтруистов относительно. И несомненно, Что в поведении каждого человека В отношении свойств эгоизма и альтруизма Проявляется естественная двойственность. Ведь человек должен выживать И как отдельный организм, Для этого необходим эгоизм, И как член сообщества, Для этого необходим альтруизм. И все же, повторим, У подавляющего большинства людей, Составляющего более 90%, Явно или скрыто преобладает Эгоистическая позиция, В то время как у абсолютного меньшинства, Составляющего менее 10%, Устойчиво преобладает альтруизм. Однако подавляющее большинство людей В любой стране, Как правило, Возмущает попрание норм Социальной справедливости, Основанных на принципах Сострадательной, То есть альтруистической морали. И важно подчеркнуть, Что любая культурная мораль В принципе альтруистична, Поскольку утверждает Этические принципы общежития, Осуждая эгоизм, Ограничивая индивидуализм, Поддерживая коллективизм, И призывая к социальной ответственности. На первый взгляд, Это может показаться странным, Если принять во внимание Абсолютное численное преобладание Эгоистов над альтруистами. Как же так? Может быть в норме Все учителя, врачи, писатели, Политические деятели, Социальные работники, Которые, как правило, Выражают позицию альтруизма. Альтруисты? Нет, полученные результаты показывают, Что альтруистов в любом социальном слое Не более 6%. Но альтруистическая мораль, Как продукт сознания альтруистов, Распространяется на все общество И функционирует в обществе Не только в интересах альтруистов, Но и в интересах эгоистов. Почему? Во-первых, она поддерживает систему Взживания человека вообще, Укрепляя фундаментальный принцип взаимности, Не желая другого того, Чего не желаешь себе, Желая того же, чего желаешь себе. Во-вторых, маскируясь под альтруистов, Лидирующие эгоисты рассчитывают паразитировать Как на альтруистах, Так и на других эгоистах. Именно поэтому эгоисты С готовностью подхватывают Альтруистическую идею сострадания И стремятся воспитывать других эгоистов В духе альтруизма. Таким образом, мораль альтруизма Получает поддержку большинства И может сохраняться, закрепляться И поддерживаться в социуме. Как это происходит? Рассмотрим более детально. В отличие от альтруиста, Который заботится о других не меньше, А порой больше, чем о себе, Природный эгоист любого типа Сосредоточен прежде всего на цели Собственного выживания. Поэтому в любой ситуации Он лучше всего ориентируется И находит оптимальное решение Именно с точки зрения Собственной пользы. Для эгоиста принципы Альтруистической морали Сами по себе не важны. Проблемы общества Заботят его лишь постольку, Поскольку оно является Источником его собственного благополучия. И любой маломальский Социализированный умеренный эгоист Понимает, что выгоднее всего Опираться на большинство. И умеренный эгоист понимает, Что выгоднее всего Поддерживать мнение большинства. Именно поэтому мнение большинства Для эгоиста является важным фактором Его стратегического мышления И поведения. По этой же причине В обычной обстановке, Когда мнение большинства Достаточно выражено И защищено, Эгоист склонен воспринимать Стандартную общественную идею, То есть стандартное мировоззрение И общепринятую идеологию, И соблюдать общественные нормы. Однако, Альтруистический принцип поведения Становится нормами для большинства, И формирует общественную мораль, Проникает в стандартный образ жизни Далеко не сразу. То, что при абсолютном преобладании В обществе эгоистов Общественное сознание, Мораль и нравственные ценности Альтруистичны, Действительно парадоксально. Понятно, что для общества Альтруистическая система ценностей полезна, Поскольку она способствует Сохранению его целостности. Однако, Общество складывается Из множества индивидов, Имеющих самые разные, Зачастую противоположные интересы. По моему мнению, Вероятнее всего, Процесс формирования морали Идет следующим образом. Я выделяю три этапа. Первый этап. В условиях генетического разнообразия людей, Когда подавляющее большинство рода, Племени, этноса, Образуют разные типы эгоистов, Прообраз альтруистической морали Сначала мог возникнуть В результате индивидуального творчества альтруистов, Как образ героического, Самоотверженного поведения. Поступки альтруистов, Повлиявшие на спасение Судьбы многих людей, Врезаются в память этноса, Становятся содержанием легенд и мифов. Эти поступки приславлялись И сохранялись в памяти рода, Как образец для подражания. Второй этап. С укреплением и расширением данного этноса, С ростом его влияния, Связей с другими этносами, Мифологический альтруистический образ Подхватывается и распространяется Над этническим общественным сознанием, А затем закрепляется в культуре Основной массы людей, То есть эгоистами. С одной стороны, Среди эгоистов и среди альтруистов Альтруистическая мораль Имеет общую приспосылку. Древнейшее биосоциокультурное основание Представление справедливости Отношений взаимности. Данная практика способствовала Накоплению ненормативного опыта Доброжелательности, Сочувствия и сострадания, В особенности у мягких И отчасти умеренных эгоистов, Хотя она и не могла ограничить Агрессивность грубых и крайних эгоистов. С другой стороны, Важно иметь в виду, Что эгоисту выгодна Альтруистическая мораль. И не потому, Что он заботится о всеобщей пользе И сам стремится к справедливости. Наоборот, Убеждая конкурентов эгоистов Быть альтруистичнее, Он рассчитывает воспользоваться их Альтруизмом как эгоист. Альтруистический идеал, За который альтруисты платят Жизнь для эгоистов, Лишь инструмент манипулирования. Так формируется локальная мораль, Как фикция. Для самого манипулятора, Рассчитывающего с его помощью Ограничить амбиции конкурентов. Такой тип поведения Называют макивиализмом. Как показывает исследование этологов, Макивиализм весьма распространен Не только в человеческом обществе, Но и среди обезьян. Третий этап. Последний. Благодаря усилиям эгоистов-манипуляторов И вопреки их намерениям Обмануть друг друга, Локальная мораль распространяется И начинает жить собственной жизнью. В конце концов, Она достигает такого авторитета, Когда манипулятор Вынужден не только учитывать Локальное мнение большинства, Но и сам поверить в то, Что раньше воспринимал как фикцию. Сначала основным носителем Альтруистической морали Становится эгоистическое большинство В лице мягких и умеренных эгоистов, Наиболее способных Среди эгоистов К освоению культурных норм. Потом, поскольку мнение большинства Имеет некоторое влияние На жестких эгоистов, Популярный образ Становится образцом Для подражания повсеместно И трансформируется В стандартную общественную идею, Которая осваивается Всеми членами общества. Далее она закрепляется в культуре И передается из поколения в поколение Как культурная традиция, Охватывая общество целиком. Уже как мораль данного общества. Таким образом, Принципы социально ответственного И самоотверженного Альтруистического поведения, Выработанные в истории культуры, Уникальными героическими усилиями Альтруистов, Рано или поздно Становятся стандартной идеей И мировоззренческой основой Всего общества, Формируя культурную мораль, Обладающую авторитетом Не только для альтруистов, Но и для эгоистов. Приведенное объяснение Происхождения альтруистической морали Дает нам не только представление Происхождение морали и нравственности, Но и понимание того, Как в историческом сознании людей Вынашивалась зрела и превращалась В реальность мечта О справедливом обществе, Обществе коммунистического социализма, Приобретая естественные основания, Политоэкономическую жизнеспособность И историческую перспективу. Можно сказать, Что настоящий социализм Это высшая форма культурной морали, Реализующая принципы альтруизма, Как самые совершенные принципы справедливости, Распространенные на все аспекты Человеческой жизни И на все уровни ее социальной организации. Когда противники коммунистической идеи Говорят о неестественности, Нежизнеспособности социализма, Они кардинально ошибаются, Хотя и бывают правы Отмечать дельные недостатки Несовершенства жизни в СССР. На самом деле, Идеи социализма имеют Естественный источник Природных альтруистов, Имеющих необходимое количество Наследственных задатков, Генов альтруизма, Которые реализуются В обостренном чувстве Социальной справедливости, Ответственности, Правды и повышенной способности К сочувствию, Состраданию, Солидарности И взаимопомощи. На первый взгляд, Альтруистов слишком мало, Как уже говорилось, Только 6%. Но в истории развития человечества Этой доли вполне хватило, Чтобы сформироваться И распространить на все общество Альтруистическую, По своей сути, Культурную мораль. Благодаря этой морали, Твердо естественное основание Социализма получает В лице эгоистов. Правда, Это только лишь в том случае, Если социализм реален И эффективен, То есть и экономически, И духовно, Повышает и защищает Уровень жизни большинства. Ключом к пониманию Исторической необходимости Идеи альтруизма Как сострадания И осуждения Причинения страдания, Лежащей в основе Общественной морали гуманизма И коммунистического социализма, Является то, Что если эгоизм Для человеческого общества Необходим Как биологическая основа Борьбы за существование И выживание индивидов, Наиболее приспособленных К данным условиям существования, Индивидуальный, Естественный отбор, То альтруизм необходим Как условие выживания И культурно-нравственного прогресса Человеческого сообщества в целом. Это, Как говорят сегодня Этологи И биосоциологи, Популяционный отбор И генокультурная коэволюция. Альтруизм формирует Глубинные основы Общественного сознания, Опираясь на знание И разум всех людей, Независимо от того, Являются ли они эгоистами Или альтруистами. Именно разум способен Примирить Альтруистов и эгоистов, Этих вечных антагонистов, Которые стремятся Вести человечество К противоположным целям. Альтруизм, Он усмиряет Общественно опасные амбиции эгоистов И освобождает Общественно полезную энергию Альтруистов направляя И тех, и других В русло созидательной Работы на благо общества. В результате человечество Оказывается способным И к научному познанию мира, И к разумному государственному Устройству, А в дальнейшем И к гуманному Управлению природой И обществом, То есть К общественному прогрессу. Таким образом, Мы заключаем, Что противостояние Альтруистов и эгоистов Не соответствует Простой схеме Противостояния Зла и добра В каждом человеке. Понятие Зла и добра Исторически формируется Как отношение Человека к человеку. Либо жестокое Эгоистическое Это зло, Либо сострадательное Альтруистическое Добро. Альтруистов Очень мало, Но они завоевывают Общественное внимание. Эгоисты воспринимают Мораль альтруистов И притворяются Альтруистами Сначала корысти ради. Но при этом, Будучи большинством, Они Затем Неосознанно Распространяют Мораль альтруизма На все общество. В результате, Вопреки Природному Доминированной Тенденции Эгоизма, В обществе Формируется Сначала Буржуазный Куманизм, Как всеобщий Общественный Идея Образ жизни, Так или иначе Отраженный В системе Общественных Ценностей И гражданских Институтов, Включая Государство И право. А затем, Благодаря Революционной Борьбе И разумно Организованной Коллективной Деятельностью Людей, Идеи Буржуазного Гуманизма Развиваются И трансформируются В идеи Коммунистического Социализма, Который Становится Главным Направлением Прогрессивного И исторического Развития Общества. Таким Образом, Природной Основой Социализма И коммунистического Гуманизма Можно считать Генетически Запрограммированный Альтруизм Как врожденное Биологическое Свойство Человека Проявляющиеся В способности Сострадать И стремиться К разумному Справедливому И гуманному Устройству Общества Которое Относилось бы К любому человеку С уважением И заботой Возлагая на него Вместе с тем Социально необходимую Ответственность И гражданские Права И обязанности. Перед вами Уважаемые Радиослушатели Выступала Лаверычева Ирина Германовна Кандидат Философских Наук Коммунист Это надеюсь Не последний Разговор С вами Уважаемые Радиослушатели В дальнейшем Ирина Германовна Расскажет нам О других Аспектах Эгоизма И альтруизма И их проявлении В реальной Политике Которую Мы наблюдаем Сейчас На этом Страница Московского Районного Отделения Товарищ Завершает Свою работу Наш Контактный Телефон 8 911 732 18 70 Подготовил Передачу Первый секретарь Московского Районного Комитета Коммунистической Партии Российской Федерации Иванушкин Олег Анатольевич До новых Встреча В эфире Коммунистической Вы слушали Страницу районов Московский район О походах наших О боях с врагами Долго будут люди И песни распевать И в кругу с друзьями Часто вечерами Эти дни Когда-нибудь Мы будем вспоминать Об огнях пожарища О друзьях товарища Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем Гореть Вспомню я Пехоту И родную Вороту И тебя За то, что Ты дал мне Закурить Давай Закурим Товарищ По одной Давай Давай Закурим Товарищ Мой А когда Не будет Фашистов И в помине И к своим Любимым Мы Придем Опять Вспомним Как на Запад Шли По Украине Эти дни Когда-нибудь Мы будем Вспоминать Об огнях Пожарища О друзьях Товарища Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем Гореть Вспомню я Пехоту И родную Вороту И тебя За то, что Ты дал Мне Закурить Давай Закурим Товарищ По Одной Давай Закурим Товарищ Мой А сейчас вы услышите третью часть беседы с известным историком Игорем Васильевичем Пыхаловым. Он расскажет нам о своих поездках в Новороссию. И не только. На волнах радиожурнала «Питерская правда». Страница «Актуальное интервью». Игорь Васильевич, вы бываете в Новороссии. Не могли бы вы рассказать, что вас, во-первых, сподвигло туда поехать? Что вы там, собственно, делали? И рассказать о ситуации там. Нам это интересно как из первоисточника от вас услышать. Ну, сподвигло меня ехать то, что, значит, как я считаю, что там, в Новороссии, там, во-первых, идет справедливая война местного населения против угнетения, которому они подвергаются, то есть угнетения национального, языкового, когда фактически их пытаются лишить русской идентичности, что-то заставить стать украинцами, которые, как известно, по мнению нынешних властей Киева, Украина не Россия. Здесь вот надо что сказать, что, опять же, у нас ведь, если мы возьмем время, когда мы были единой страной, то есть и до революции, и после революции, то те же самые украинцы, малороссы, они никакому угнетению не подвергались. То есть, опять-таки, их представители вполне могли стать, значит, выдвинуться в элиту вплоть до самого верха, то есть можно вспомнить и канцлер Безбородько, а в советское время так у нас вообще был, в общем-то, и Брежнев, он был украинцем, значит, по паспорту, и Черненко у нас был тоже генерал-секретарем. Уже всяких там наших маршалов, типа того же Тимошенко, можно вспомнить. То есть никакого угнетения там не было, и язык там не угнетался, то есть у нас, наоборот, в советское время он искусственно наслаждался, что, кстати, я считаю ошибкой. А сейчас, значит, что получилось, значит, что в 91-м году нашу страну искусственно разделили на части. Причем вот у нас любят употреблять такое подлое выражение, что Советский Союз развалился. Как будто он взял, значит, и сам, значит, как бы вот... Его разрушили, естественно, разрушили целенаправленно. Причем здесь очень важную роль в этом разрушении сыграла тогдашняя Украина, потому что тогда мы ее жителям там внушали, значит, что, вот, дескать, это нас там Москва грабит, соответственно, если мы делимся, то будем жить, как и в Европе. Да, мы здесь Советский Союз кормим. Да, там очень любили там всякие рисовать таблички с всякими цифрами, там, выплавки, там, чугуна, значит, там, стали, там, добыча угля, и говорили, что вот мы будем жить, как и во Франции. Ну, почему-то у них это не получилось. А в итоге получилось еще, что за минувшие с тех пор 23 года там на территории этой страны целенаправленно велась русофобская пропаганда, там население промывали мозги, и фактически население пытались искусственно украинизировать. Потому что, как уже человек там побывавший, и, значит, там живший, воевавший, могу сказать, что реально там население русскоязычное. То есть там представителей, скажем так, украиноязычные там, конечно, есть, но очень мало, да и то, в общем-то, по крайней мере, в восточных областях это обычно люди, которые говорят на так называемом суржике, а вовсе не на литературном украинском. И, естественно, что когда получается такая интересная вещь, значит, что вот у нас, опять же, любят говорить, что вот, типа, Украина независима, потому что они там провели референдум, значит, отделились от нашей общей страны в 91 году. Но тогда спрашивается, а почему же, когда вот в этих областях Луганск и Донецкой области 11 мая прошлого года тоже провели референдум, то им уже не позволено выйти из состава Украины и стать там независимыми государствами или вернуться в Россию? То есть почему это в одном случае вот это право национальное самопределение срабатывает, а в другом не срабатывает? Поэтому, естественно, что я считал, что вот та борьба, которую ведут жители вот этих вновь созданных народных республик Луганской и Донецкой, это борьба справедливая. И поскольку, в общем-то, я сам фактически поддерживал вот эту борьбу, эту войну, а там идет гражданская война фактически, причем гражданская война не только внутри Украины, а внутри русского мира, я бы сказал. По сути же, русские там есть с двух сторон, как это ни печально и ни ужасно. Именно так. Вот. И поскольку я это поддерживал, то я посчитал необходимым принять там личное участие. Тем более, что физически это, в общем-то, было сделано в состоянии. Видели ли вы там то, что вот говорят во всех украинских СМИ, пишут во всех иностранных интернетах, полчища российской армии, которая оккупирует все эти несчастные украинские селения? Нет, так естественно, что российской армии там нету. Ну и, в общем-то, в принципе, вполне понятно, исходя из здравого смысла, что если бы там действительно присутствовала российская армия как организованная сила, то вот эти все войска киевской хунты были бы сокрушены буквально за несколько дней. Было бы уже освобождение не только Киев, но и Львов, и все это бы уже закончилось. Там ничего такого нету. То есть там, естественно, туда едут достаточно массово добровольцы из России, в том числе и те добровольцы, кто до этого служил в российской армии, скажем так, специалисты. Но это все именно как их личная гражданская инициатива, гражданская позиция. При этом я даже могу сказать, что когда я в свою первую поездку в Луганскую народную республику воевал в рядах батальона «Заря», то там из военнослужащих, ну, примерно, скажем так, процентов 10 было россиян, а все остальные местные. Когда затем я уже ездил в Новороссию уже в бригаду призрак Алексея Мозгового, который вот на днях был убит, там процент, скажем так, россиян был уже повыше. Это было связано с тем, что такое у него формирование, такое как бы более политизированное, как бы более известное, то есть поэтому добровольцы туда многие едут целенаправленно, но все равно местных там было большинство. Причем, то есть там именно вот это обычные простые люди, которые, значит, сражаются за свою свободу. И, собственно, мирное гражданское население тоже, в общем-то, в своем подавляющем большинстве ополчение поддерживает. Коснемся такой тяжелой темы, ведь смерть Мозгового это не единственная смерть полевого командира. Наши либералы говорят, что это вот местные разборки между местными князьями за власть. Это я говорю их словами сейчас. Как вы считаете, вот есть ли единство среди самих борющихся с киевской хунтой? Ну, во-первых, по поводу смерти Мозгового, тут я что могу сказать, что сам я, естественно, при этом не присутствовал. Ну, это понятно, конечно. Даже если бы не присутствовал, то тоже бы у меня как бы... Скорее всего, мы бы с вами не разговаривали. Да, то есть это, в общем-то, установить истинную задачу следствия. Здесь оценочное, конечно. Ну, как заявила, значит, те же самые его товарищи, да, собственно, и мои товарищи, потому что вот когда, значит, сейчас на ютубе выложено обращение нового командования «Бригада призрак», то там, значит, из этих трех человек, я, собственно, знаком со всеми, а с двумя из них я, в общем-то, знаком очень хорошо, потому что это руководители нашего коммунистического отряда, который, значит, туда отправился воевать в состав этой бригады в ноябре прошлого года. Так вот, значит, они заявили, что это сделано украинскими спецслужбами, и я, как бы, не считая, не нахожу, как бы, оснований, чтобы им не верить в такой оценке. Но другое дело, что, конечно, да, «Мозговой» был такой неудобной фигурой для того же самого руководства Луганской Дорогой Республики, там были у них трения, вот, это, конечно, было такое. Ну, тут надо сказать, что, как бы, основная причина вот такой ситуации, это то, что в Новороссии отсутствует, как бы, современный аналог партии большевиков. В общем, даже это отсутствие, самое критичное, даже не то, чтобы там присутствовала вот эта большевистская идеология, а в том, что нету такой политической силы, которую бы могла бы взять на себя, ну, роль, что называется, руководящую и направляющую, чтобы вокруг которой выстроилась бы и гражданская власть, иерархическое, и централизованное военное командование. К сожалению, такой партии нету, нету такой идеологии, общепринятой и всеми разделяемой. И поэтому отсюда вытекают эти проблемы нынешней Вороссии, когда, фактически, вот, ее армия, особенно еще в прошлом году, представляла собой такое, как бы, феодальное ополчение, где, значит, там, ну, фактически, вот эти князья с дружинами. Сейчас, конечно, этот вопрос решается, то есть там Диснея уже и командование централизованное есть, и как-то все выстраивается в единое целое. Но, фактически, этот процесс создания единого командования, единой армии, он во многом ведется такими вот феодальными методами. Значит, то есть, как бы, там, подчинения. Но, беда в том, что, ведь, если там тот же самый Путин и, значит, руководство Российской Федерации может там помочь Новороссии гуманитарной помощью, может, в общем-то, ну, будем говорить, называть вещи своими именами, помочь там, это и боеприпасами, вооружением. Но, вот, помочь партии большевиков, он это не может, потому что таковой партии нету и в Российской Федерации. И здесь, к сожалению, в общем-то, нынешний российский режим, он тоже, в общем-то, не имеет идеологической, сколько-нибудь понятной идеологии. Поэтому, значит, происходит то, что происходит. А вот вы сказали, режим не имеет идеологии, но вот позиционируется как некий консерватизм, например, единой России. Я, правда, не знаю, говоря простонародным языком, что они собираются, какие ценности они собираются консервировать, Ну, какую-то идеологию нам преподносят все-таки. Ну, дело в том, что здесь, если, скажем так, для внешнего употребления, у нас еще хоть какая-то идеология есть. Действительно, это вот консерватизм, там, традиционные ценности. То есть, это, естественно, здесь отвергаются вот все эти нынешние европейские ценности в виде там этих однополых браков, там это пропаганда гомосексуализма, там, толерантность и прочее. Это все понятно. Кстати, действительно, в общем-то, на самом деле, это можно только приветствовать, потому что, действительно, здесь вот... Ну, это, конечно, можно приветствовать и нужно, но этого недостаточно для построения полноценной идеологии. Это достаточно для внешнего употребления, потому что, тем самым, действительно, мы, как бы, даже завоем каких-то союзников в этих европейских странах, но внутри страны этого, конечно, недостаточно. Потому что здесь есть, как бы, основной вопрос о природе государства. А поскольку все-таки мы, как бы, коммунисты, по крайней мере, по взглядам, то должны помнить, что государство, как известно, это аппарат насилия, аппарат господства класса над классом. В данном случае у нас государство – это аппарат господства класса крупной буржуазии, которая захватила власть в 1991 году, и в ее интересах оно действует. И поэтому, естественно, нужно еще, что по принципу «ворон ворона глаз не выклеит». Мы можем наблюдать, когда у нас те же самые высокопоставленные чиновники, высокопоставленные эффективные менеджеры, там, в общем-то, откровенно грабят, причем он там ворует миллиардами, но при этом, если там человек, укравший там, условно говоря, курицу, он, значит, вполне может получить реальный срок, и, кстати, такие прецеденты действительно есть, то человек, укравший миллиарды, он, как правило, отделывается легким испугом. Можно вспомнить эту позорную эпопею с нашим бывшим министром обороны Сердюковым. В общем-то, хотя, в принципе, вот его подельницу Васильеву сейчас усудили на реальный срок, но, опять же, я подозреваю, что сидеть она будет очень недолго. Учитывая, что полсрока уже пошло под домашним арестом, где она снимала клипы музыкальные, я думаю, не будет у нее тяжелой жизни. Да, естественно, что это издевательство над правосудием, издевательство над здравым смыслом, но, с другой стороны, это как раз вот та часть той самой пресловутой России, которую мы потеряли, а которую так любят стянать наши представители, как бы, нашей элиты, а также, в общем-то, некоторая скудоумная часть нашей творческой интеллигенции в лице автора, как бы, этим термином. Вот, потому что ведь тоже в древолюционной России, как известно, суд был именно классовый, суд был, значит, несправедливый, причем, значит, был один суд для бедных, один суд для богатых. И то, за что бедных там сажали, как бы, ссылали в Сибирь, богатым это тоже часто, как бы, сходило с рук. И это, к сожалению, мы сейчас наблюдаем в полный рост. Игорь Васильевич, вот вы говорили про Новороссию, вы не один раз там были, я знаю. А вот сколько раз вы были там, сколько раз вам удалось там побывать? Ну, я ездил три раза, в общей сложности, а там отслужил примерно четыре месяца по получению. Как вы оцениваете, я понимаю, здесь опять будут оценочные суждения, но, тем не менее, они очень интересны от человека там, побывавшего неоднократно. Это будет продолжаться, война будет продолжаться. Смирится ли нынешняя украинская вот эта хунта с нынешней ситуацией? Естественно, что данная ситуация, вот эта, которая сейчас там сложилась, она не устраивает ни одной из сторон, потому что здесь, с одной стороны, твердая позиция киевской хунты в том, чтобы восстановить свой контроль над всей территорией бывшей Украины, в том числе, даже они и Крым хотят обратно получить. На уж там территория ЛНР, ДНР, это уж обязательно. А с другой стороны, что бы там ни говорили, там, это вот эти, те же самые лидеры этих республик, то реально, как бы, и ополчение, и местное население, оно категорически не желает возвращаться в Украину, потому что, ну, собственно, понятно, что там люди, у которых там родные и близкие погибли под этими обстрелами, они могут относиться к этому так называемому государству украинскому, только исключительно как к враждебной структуре. И, более того, собственно, у ополченцев даже нет желания на мир по нынешней линии фронта, потому что, если брать ближнюю перспективу, то здесь получается, что за этой линией фронта оказалось очень множество ключевых объектов, которые жизненно необходимы для хозяйственного функционирования этих республик. Потому что, если возьмем ту же самую Луганскую Народную Республику, то здесь есть и станица Луганская, через которую шло железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, и которое необходимо для нормального функционирования местной промышленности. Там дальше город Счастье, до сих пор окопированный украинскими карателями, где находится там крупнейшая теплоэлектростанция, которая снабжала отричеством фактически большую часть Луганской области. Дальше там идет треугольник Лисичанск-Северодонецк-Рубежная, где там находится, опять же, очень крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Если возьмем Донецкую Республику, там, опять же, тот же самый Мариуполь, это и крупный комбинат, и порт. То есть тут по всей границе нужно дальше расширяться, освобождать эту территорию. Ну, а кроме того, там же люди, в общем-то, понимают, что одной вот этими территориями двух областей, как бы, дело не ограничится. То есть там в ополчении воюет много людей, которые туда прибыли из Одессы, и даже, в общем-то, и из Киева, и из Львова. То есть там, сейчас заметим важную вещь, что там добровольцы есть не только со стороны России, но, собственно, добровольцы со стороны украинских других областей воюют на стороне ополчения. Да, и их становится все больше и больше. И потом, опять же, вот мы слышим сообщения о тех же деятельности подполья и в той же Одессе, и в Харькове, производстве китайцев, там, взрывы, значит, тех или иных объектов. То есть, естественно, что народ там, значит, в общем-то, по крайней мере, значительная часть населения, она ждет освобождения. Поэтому, действительно, как бы, ополчение, оно настроено, как бы, воевать дальше. Поэтому, раз уж и с обеих сторон, значит, есть желание воевать, то воевать они будут. Рано или поздно это продолжится. К сожалению, на такой печальной ноте мы вынуждены закончить нашу передачу. Спасибо большое, Игорь Васильевич. Я надеюсь, мы еще неоднократно с вами встретимся в эфире. Спасибо. Спасибо, уважаемые радиослушатели. На волнах радиожурнала «Питерская правда» вы слушали страницу «Актуальное интервью». Вы слушали третью часть интервью с известным историком Игорем Васильевичем Пыхаловым. Вел передачу Алексей Филиппов. Вел передачу Алексей Филиппов. Вел передачу Алексей Филиппов. КОНЕЦ Ты увидел бой, не протец река, Мы потак ушли под горой. Кто погиб за Днепр, будет жить века. КОНЕЦ 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 В рамках военно-исторической страницы «Знамя» сегодня передачу подготовили представители первичного отделения КПРФ «Гагаринское» Московского района. Ведет передачу ветеран партии Юрий Викторович Стукалов. В эфире радио страницы первичной партийной организации «Гагаринское» Московского районного отделения КПРФ. Выпуск номер один. Вступительным словом выступает секретарь первичной партийной организации КПРФ «Гагаринское» Денисов Геннадий Иванович. Уважаемые товарищи, сегодня в эфире радио журнала Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ «Питерская правда» вы услышите первый выпуск радиопередачи первичной партийной организации «Гагаринское» Московского районного отделения КПРФ «Санкт-Петербурга», в которой мы будем знакомить горожан и членов КПРФ с проводимыми нами мероприятиями по актуальным для партии, города, страны и мира темам. Поднимать проблемы, волнующие горожан и в первую очередь жителей муниципального образования «Гагаринское», обсуждать общественно значимые и исторические события. Выпуск этой радиопередачи реализует принятое коммунистами первичной партийной организации «Гагаринское» решение по совершенствованию нашей организационно-партийной и агитационно-пропагандистской деятельности. Для этого мы переходим к агитации не только в регулярных ежемесячных пикетах, на листовках и страницах партийных газет «Правда» Центрального комитета «Питерская правда», Городского комитета партии, «Товарищ» Московского районного комитета, на сайтах Центрального комитета и Городского отделения партии, а теперь и в социальных сетях, на сайте Первичного партийного отделения в интернете и на волнах Народной патриотической радиостанции «Радиогазета Слово» в эфире радиожурнала Центрального комитета «Питерская правда». Наш первый выпуск сегодня посвящен Дню памяти и скорби. Опять война, а может, нам о них забыть? Я слышу иногда, не надо, не надо раны бередить. И может показаться правы и убедительны слова, но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилась той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Но как рассказать им, не пережившим, о том, что было? Порой и теперь я сам ловлю себя на мысли. Неужели все это было на самом деле? Я вспоминаю последнюю мирную ночь над Ленинградом. Ночь на 22 июня 1941 года. На улицах, на площадях, на набережных. Вчерашние десятиклассники торжественно отмечали окончание школы. Ночь была насквозь пропета песнями, наполнена стихами. Особенно многолюдно было на площади вокруг Медного Всадника. Люблю тебя, Петра Творенья, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей, Прозрачный сумрак, Блеск безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады И ясны спящие громады Пустынных улиц И светла адмиралтейская игла. Красуйся, град Петров, И стой, Неколебимо, Как Россия! Многолюдно было и на площади У финляндского вокзала, У памятника Ленину. И снова ветер свежий, крепкий, Балы революции поднял в пене, Литейной залили блузы и кепки. Ленин с нами! Да здравствует Ленин! Над городом вдруг Появились краснозвездные истребители. Веселящиеся на улицах и площадях Выпускники ленинградских школ Не знали тогда, Что самолеты взлетели По боевой тревоге. Против нас в полки сосредоточив Враг напал На мирную страну. Белой ночью, Самой белой ночью Начал эту черную войну. Внимание! Саворит Москва! Саворит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, Без объявления войны, Нерманские войска напали на нашу страну, Атаковали наши границы Во многих местах И подвергли бомбардировки города Шитомир, Шитомир, Киев, Гервостополь, Таунят И другие. Светлов Лев Павлович «Тяжкий путь к победе» Читает автор Да, мы вначале отступали, видя упорные бои, но отступая твёрдо знали, что земли возвратим свои. От Сталинграда, что на Волге, до Эльбы вражеской реки путём кровавым, тяжким, долгим прошли советские полки, неся Европе всей спасения от той коричневой чумы, что в годы первые сражения разбить не в силах были мы. И вот повержен злобный враг, и над фашистской столицей сметнулся алой узорницей, советский наш победный флаг. Потом увидела Европа, а вместе с нею вся земля, как были брошены знамёна со свастикой у стен Кремля. Навсегда в благодарной памяти потомков сохранятся акты высочайшего самопожертвования героизма во имя победы. Их олицетворением и символами стали командир эскадрильи бомбардировщиков Гастелло, совершивший свой бессмертный подвиг в конце июня 1941 года, бойцы Панфилоса во главе с Политруком Квачковым, ноябрь 1941 года, подпользоваться Лиза Чайкина, совершившая свой подвиг в ноябре 1941 года, партизантка Зоя Космодемьянская, ноябрь 1941 года, лётчик-истребитель Моресьев, марс 1942 года, сержант Павлов и его знаменитый дом Павлова в Сталинграде, сентябрь 1942 года, подпольщик из молодой гвардии Олег Кашевой, февраль 1943 года, рядовой Александр Матросов, совершивший свой подвиг в феврале 1943 года, разведчик Кузнецов, марс 1944 года, юный партизан Марат Козей, май 1944 года, генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев, февраль 1945 года, и многие тысячи других героев Великой Отечественной войны. Огромная ответственность легла на плечи наших молодых и талантливых военных руководителей. Надо назвать маршалов Победы в Великой Отечественной войне. К началу войны им было в среднем 45 лет. Жуков Георгий Константинович, 45 лет, Василевский Александр Михайлович, 46 лет, Гречко Андрей Антонович, 38 лет, Говоров Леонид Александрович, 44 года, Конев Иван Степанович, 44 года, Малиновский Родион Яковлевич, 43 года, Мерецков Кирилл Афанасьевич, 44 года, Рокоссовский Константин Константинович, 45 лет, и Толбухин Федор Иванович, 46 лет. Внимание! 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 Светом благодарной памяти, Светом любви нашей, Светом скорби нашей, Пусть озарятся имена павших. Вспомним! Три года, Десять месяцев, И еще восемнадцать дней. Двадцать шесть миллионов, Четыреста пятьдесят две тысячи жизней Унесла Великая Отечественная война. Вспомним! Вечная память Жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, Павшим за свободу и независимость Нашей Родины. Жертвы Второй мировой войны. Союз Советских Социалистических Республик потерял 27 миллионов граждан. Из них военные составили 8 миллионов 500 тысяч. Мирные жители 18 миллионов 500 тысяч. Германия 9 миллионов 700 тысяч. Из них военные 6 миллионов 232 тысячи. Мирные жители 3 миллиона 768 тысяч. Польша потеряла 6 миллионов 28 тысяч своих граждан. Югославия 1 миллион 600 тысяч. Франция 520 тысяч. Италия 400 тысяч. Чехословакия 364 тысячи. Соединенные Штаты Америки 325 тысяч. Англия 320 тысяч. С обращением к жителям нашего города выступает секретарь первичной партийной организации КПРФ Гагаринская Денисов Геннадий Иванович, полковник, доктор военных наук. Уважаемые товарищи, 22 июня это день памяти и скорби. День, когда фашистская Германия в далеком 1941 году в интересах мировой финансовой закулисы вероломно напала на союз советских социалистических республик. Цель была одна – уничтожить первое в мире государство социальной справедливости, захватив его огромную территорию с несметными природными ресурсами истребив населяющий ее народ и в первую очередь русский народ. Причем уничтожение народа подразумевало не только его физическое уничтожение в бою и расстрелами непокорных, но и путем изнурительного рабского труда, смертельных опытов и выкачивания крови. То, что Гитлером управляли транснациональные компании, а не жажда наживы и всемирной власти, наглядно свидетельствует такие факты, что он не стал захватывать находящуюся рядом крошечную Швейцарию, где хранятся награбленные активы мировой финансовой закулисы, а мощнейшие европейские экономики сдались ему без боя и стали работать на обеспечение войны с Советским Союзом. И после войны Запад помог большинству военных преступников Третьего Рейха скрыться от правосудия и до сих пор, кстати, укрывает многих из них. Советская страна, спасшая мир от этой коричневой чумы, разгромившая врага не только на своей территории, но и освободившая народы Европы, заплатила за эту великую победу высокую цену в 26 миллионов погибших, разрушенной инфраструктурой и невиданными потерями в экономике. Однако вместо благодарности и помощи, так называемые союзнички стали готовить планы ядерного нападения на Союз Советских Социалистических Республик, а получив достойный отпор, развязали холодную войну против нашей великой Родины. Эта нелегкая победа стала возможной благодаря героизму и до то ли невиданному мужеству советского народа, объединившегося в одну братскую трудовую общность, его вере и идеалам дружбы, добра и социальной справедливости. И, конечно же, благодаря мудрому руководству Коммунистической партии во главе с Верховным Главнокомандующим Генерисимусом Победы Иосифом Виссарионовичем Сталином, о чем всегда, кстати, свидетельствуют наши прославленные ветераны и признают даже наши враги. И очень горько видеть, что сегодня над нашей Родиной поднят флаг измены, обливают грязью и подвергаются клевете, как рядовые герои, ковавшие победу на фронте и в тылу, так и великие полководцы, и Коммунистическая партия, как организатор и руководитель великих побед и свершений. Мы видим, как откровенно фальсифицируется история, а в стране победившей фашизм размножаются неофашистские организации, которых уже более 50. Кстати, на Бандеровской Украине их всего 4. Опять мировая финансовая закулиса тянет свои руки к нашей Родине, развязала гражданскую войну на братской Украине. Мы видим, что национальные буржуазные правительства действуют не в интересах своих народов, о чем еще говорил и Владимир Ильич Ленин в прошлом веке, а в интересах обогащения транснациональных компаний. А нам предлагают объединяться вокруг тех, кто им в угоду разрушил великую державу, уничтожил ее экономику, лучшие в мире системы образования и здравоохранения и сильнейшую армию. А шову с внезапными учениями и потешными парадами могут обмануть только обывателя, но никак не специалистов. Обратите внимание, что на международном военно-техническом форме «Армия-2015» мы не видим тех хваленых агитпромом танков «Армата» и истребителей пятого поколения. Там представлены лишь модернизированные советские образцы военной техники. Если вы хотите, чтобы у нас не было новой мировой войны, хотите жить в справедливом обществе, вступайте в Коммунистическую партию Российской Федерации, звоните по телефону 318 80 83. И мы вместе изменим нашу страну и мир к лучшему. Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте, буди со всех сторон. КОЛОКОЛЬНЫЙ СВОН 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 На этом мы заканчиваем нашу радиопередачу, вел ее ветеран партии Стукалов Юрий Викторович. Вы слушали страницу первичной партийной организации «Гагаринская Московского районного отделения КПРФ. Наш контактный телефон 318-8083». В рамках военно-исторической страницы «Знамя» сегодня выступали представители первичного отделения КПРФ «Гагаринская Московского района». Мы продолжаем страницу районов. Сейчас вы услышите третью часть передачи Адмиралтейского района. О том, с какими непростыми ситуациями сталкиваются коммунисты на своих рабочих местах, когда они пытаются защитить свои права. Слушайте третью часть передачи Адмиралтейского района. Так, мы продолжаем наш разговор. Вот, собственно, к нам присоединилась Юлия Владимировна Тарасова. Сейчас мы послушаем в ее изложении, что же у нее все-таки произошло на работе. Здравствуйте, дорогие товарищи. Ну, в двух словах. Изначально мы создавали первичную профсоюзную организацию, и нам помогла КПРФ в этом деле в 2013 году. На сегодняшний день от активности нашей организации работодатели продолжают увольнять неугодных сотрудников, которые являются членами профсоюза. И со своей стороны все вновь принятые сотрудники, число 20 человек, 28 числа подали работодателю заявление о том, что они хотят вступить в профсоюзную организацию. Насколько я понимаю, именно для того, чтобы меня как председателя профсоюза просто-напросто переизбрать и уже между собой замыливать все эти вопросы относительно зарплаты, относительно увольнения, сокращения работников. То есть я считаю то, что на сегодняшний день они хотят под себя поднять весь профсоюз. Заметьте, какие штрейхбрейхерские приемы, где они этому научились, ведь этого у нас ничего никогда не было. Николай Николаевич, откуда это взялось вообще в наших работодателях? Ну, работодатели, наверное, используют опыт, передовой опыт передовых стран, ведь это же не случайно, получается так, что принимаются какие-то нормы, разрабатываются какие-то схемы, в соответствии с которыми либо нивелируется роль ненужного им профсоюза, слишком активного, либо получается такая ситуация, когда избавляются от конкретных лидеров того или иного профсоюзного движения, будь то просто лидеров, активистов, работников, либо на начальной стадии, если вы заметили, работодатель увлекается много тем, что при приеме работника на работу, перед тем, как его принять, специализируется на том, что давай-ка ты, дружок, пройди ко мне какие-то тесты, психологические тесты, давай-ка вот ответь на вопросы, а сделай то, а сделай это, а как бы ты поступил в той или иной ситуации, и тем самым уже изначально рисуется психологический портрет того, кто поступает на работу. Если нужно, чтобы было болото, состоящее из таких покладистых, не ершистых людей, вот оно вот здесь уже и будет отсеиваться. То есть, собственно, по тестированию уже подбирается некое такое болото согласных на все. Да. Либо работодатель уже, если ему что-то досталось, он формирует под себя. Неугодные будут всячески выдавлены всеми правдами и неправдами, а угодные останутся и будут работать. Не мешать работодателю делать то, ради чего он сюда пришел. Либо извлекать прибыль, либо разваливать предприятие. Вот это предприятие. Директор предприятия сказал, что досталось ему предприятие с убытком. Один директор сказал, что досталось предприятие с убытком в 50 миллионов. И второй руководитель пришел, только тот чуть ли подправил ситуацию. Пришел второй руководитель, который сейчас является руководителем организации. Он сказал, что предприятие опять убыточное, опять порядка 50 миллионов убытков. Вот что бы там ни делали, все равно 50 миллионов убытков. Невольно возникает вопрос, а почему вы так плохо руководите, что у вас такие убытки? Или что это за организация такая, что она только одни убытки приносит? Приносила ли она прибыль или нет? Вот Юля работает в этой организации больше 12 лет, да? Юля, скажите, 15 лет, на протяжении 15 лет там была все время ситуация убыточной? У нас была ситуация такая, что я пришла в 2000 году. У нас был Алексей Иванович. У нас было 20 человек АТР и где-то порядка 100 рабочих. С учетом того, что брали на сезон на выполнение садо-парковых работ. Через полгода приходит малышев Петр Иванович. Он берет огромные объемы, набирает еще порядка 30 человек. И у нас и прибыль была, и достаточно было еще создано участков, рабочих мест. И у нас набиралось большое количество народа. И ТР получала и премии все, и квартальные, и так далее. Это в рамках Московского района все действовало в вашей организации. Это в рамках Московского района. И район не расширился? Нет, нет, нет. Площади те же? Нет, площади те же. У нас у всех была достойная зарплата. Но вот Петр Иванович уходит, приходит Василий Дмитриевич. Он, что первым делом сделал, он сказал, он ничего, кадровую политику трогать не будет. Все, кто что получал, тот и будет получать. То есть, объемы хоть уменьшались, потому что раньше были тендеры, субсидии уменьшались, но это дотация из города уменьшались, но он старался держать зарплату на том же уровне. С приходом Пермушкина, Дмитрия Александровича, по-моему, он как бы посчитал, что все предприятие убыточное и стало срезать премии. При Марии Алексеевне, при Ельшовой с октября месяца ИТР премии вообще не получает. А зарплата у работников на уровне 2008 года. То есть, без всяких индексаций, без всего. Скажи, пожалуйста, то есть, при всех предыдущих руководителей никаких нареканий к тебе не было? Не было. То есть, 12 лет работала, получала премии, было все нормально. Да. Началось все когда? Когда мы создали профсоюзную организацию в 2013 году, 7 мая. Пришел Лиховненко, зампредседателя комитета по богоустройству, и объявил, что у нас предприятие к 31 декабря 2014 года перестает существовать. Все пишут заявление об увольнении и заявление о принятии в другую организацию. На что я встала, выступила и спросила, у нас профсоюз созданный, на каком основании будут изначально отбираться кадры для созданного предприятия. На что нам сказали, а ИТР вообще здесь не участвуют, рабочие напишут заявление на увольнение, а потом на приемную работу и все. Мы все не нужны. То есть, у них была идея реорганизации вообще садово-парковых хозяйств по территориальному признаку. Фрозенская, Пушкинская, Копинская, наша Московская садово-парковая, там другие районы севера тоже, юг отдельно. Это было не только в нашем районе, я поддерживаю связи с другими районами, в центральном районе тоже им объявили, тоже собирали. Коллективы говорили, что будет реорганизация. То есть, ИТР туда не попадают. То есть, рабочие, кто на лопате, там водители, они все автоматом переходят угодные, а все остальные остаются на улице. То есть, это в 2013 году? Это 2014 год, это было 7 июня. А 16 июня мы написали, ну, как бы пока думали, устаканивали это в голове. И 16 июня мы подали документы, ну, письмо коллективное, вышестоящий профсоюз, с тем, чтобы нам разъяснили, по какому принципу будет происходить реорганизация, либо ликвидация предприятия, что будут, какие льготы, компенсации работникам. Сейчас у нас 2015, вот эти планы по реорганизации, они существуют? Нет, они, скажем так, немножко аннулировались. И здесь у нас получилось так, что из 10-12 членов профсоюза потихоньку, кого по собственному желанию, кому по соглашению сторон, и, скажем так, профсоюз весь потихонечку раскидали. Ну, не в полном объеме, но наполовину точно. То есть, в итоге у вас сейчас сколько человек в профсоюзе? На сегодняшний день у нас, наверное, человек 6, вот реально кто работает, половина из того, что было. Но при этом все вновь принятые работники, им изначально предлагалось не один раз, ну, кто поступает, у меня, как у инженера по охране труда, проходит вводный инструктаж. Я, как председатель профсоюза, предлагаю вступить в профсоюз. Ну, что? Не-не-не, нафиг платить 1%, это никому не надо. А тут 7 мая мне приносят целую пачку заявлений, причем секретарь приносит. Секретарь кого? Секретарь директора, ну, помощник директора у нее должность, приносит и говорит, вот, вступают в профсоюз. Причем, от 28 числа я говорю, а где вторая часть заявления, где, то есть, они просят, что они вступают в профсоюз. А вторая часть заявления содержит, что 1% они должны платить от зарплаты, согласно законодательству, отчислять профсоюзные взносы. То есть, этой части у них нету. Я говорю, вам нужно по форме написать. Сейчас уже конец рабочего дня, давайте я вам завтра принесу полностью заявление, которое, ну, как бы, по форме, пусть оно будет разбито. Одно мне, одно бухгалтерию должно быть. Понятно. А что это за люди, пачка вот заявлений, которые... Ну, это все вновь принятые, ну, скажем так, 50% принятые вновь работники, которые, скажем так, заняли те места изначально, которые занимали члены профсоюза. Ну, скажем так, 50 на 50. Много и старых работников, но которые, скажем так, директор, видимо, попросила, потому что... Ну, меньше их отношения к профсоюзу было известно. Ну, не, ну, нафига платить 1%? То есть, вот это вот главная такая отговорка, да? Да. Ну, это их право. Это их право. Вступать, не вступать. То есть, что решает профсоюз? Мы на тебя посмотрим. Ну, это вы хорошо посмотрите. Юля, расскажи, а как ты решила вообще вступить в профсоюз? Почему 12 лет вот работала? Ну, дело в том, что изначально у нас всегда руководство, был совет предприятия. Этот орган, в принципе, он существовал, реально существовал. И директор, у нас не было необходимости в профсоюзе, потому что у нас директор шел на встречу каждому работнику. То есть, у нас выплачивались полностью премии, были поездки, давали субсидии. Ну, это не субсидии, ну, в общем, суды давали, там, 30-40 тысяч, можно было бы на учебу взять, беспроцентные. То есть, как получается в банке. Это какой директор? Это у нас и Малышев, и Курчук. Те, которые умерли? Ну, да, предыдущие директоры. Те, которые рентабельные предприятия держали. Да, да, да. Ну, вот. И которые, в принципе, для работников делали больше, чем профсоюз. Ну, функции профсоюза они выполняли. То есть, у нас, в принципе, вопросов между работодателями коллективов не было. Потому что, во-первых, платили достойную зарплату, во-вторых, платили премии, в-третьих, были поездки, материальная помощь. То есть, предприятие брало на себя некоторые даже социальные обязанности, которые не оговорены, собственно, законодательством. Да, да, да. И споров не было между работниками. Ни у кого не было. То есть, каждый мог прийти к директору, написать заявление, объяснить свою ситуацию, получить на лечение, там, на еще что-то, на какие-то жизненные ситуации, где требовалась материальная помощь. А что случилось-то, почему предприятие стало убыточным? Ну, вот этот вопрос я не знаю, потому что я не экономист и не финансист. Но как у нас все работали, так и работают. Только денег почему-то не стало резко. На каком этапе и что это, это вопрос немножко... Может, такие руководители? Ну, это я не могу сказать, потому что изначально я финансами не занималась и не занимаюсь. Я занимаюсь охраной труда на предприятии. Ясно. Спасибо большое, Юля. Мы поняли ситуацию. Для меня здесь главное очевидно, что идет наступление на права трудящихся. Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше идет наступление на права трудящихся. Пожалуйста, заключительное слово, что бы вы хотели сказать, Николай Николаевич. Я бы хотел сказать, что вот в развитии этого предложения, которое вы сейчас только что озвучили, действительно, чем хуже экономическая ситуация, но худшая экономическая ситуация возникает не спонтанно. Эта экономическая ситуация ухудшается, на мой взгляд, от того, что все-таки работодатель, все-таки руководство предприятия не дорабатывает. В том числе и по причине, собственно, наступления на права трудящихся, ситуация экономическая ухудшается. Вот. И исходя из этого, получается так, что надо как-то ситуацию выправлять, себя любимых обижать нельзя и только за счет кого-то. А за счет кого? За счет работников, за счет всех. И поэтому работники становятся самыми неугодными. Их либо уволить, либо под сокращение, либо уменьшить по минимуму заработные платы. А еще лучше, чтобы работали просто за еду. Вот и все. Поэтому, если люди не хотят превращаться в такое вскотское положение, не хотят себя чувствовать рабами и возвращаться в это крепостное право, нужно свои права отстаивать, бороться, потому что ни одной строчки в Трудовом кодексе не написано и не даровано просто так. Это все завоевание предшествующих поколений. И исходя из этого, нужно за свои права бороться и отстаивать. Вот если вы разобщены и думаете, что пока меня не трогают, и пока меня это не касается и не коснется, дай бог, то значит ничего не произойдет. Это неправильная позиция. Правильная позиция, активная жизненная позиция, объединение и только сообщая коллективно, если перед тобой стоит массивный работодатель, который может поставить к себе на службу хороших юристов, хороших специалистов, где нужно проконсультироваться, где тонко там подстелить соломки и сделать все, что угодно, чтобы обезопасить свою позицию и просчитать ее с экономической, с правовой, с социальной, с любой позиции, с философской позиции, с какой хочешь, то работник один этой машине противостоять не в силе. Значит, он может противопоставить себя только тогда, когда он объединен. А когда он объединен, то он, получается, также может быть сильным, потому что объединение профсоюза или любое другое объединение работников может сплоченно отстаивать свою позицию. Уже ты не один на один, а уже тебя представляют интересы, и тебя также поддерживает организация. Да, это общественная организация. Но эта общественная организация сильна. И история этих движений профсоюзных, будь то, так сказать, общемировая, будь то просто профсоюзные движения в России, на сегодняшний день, тогда, когда пошел перестроечный этап, она достаточно, так скажем, интересна. И люди отстаивают свои права и интересы. И далеко ходить не надо. У всех на слуху борьба, которую ввел профсоюз и достаточно, на мой взгляд, умело работников Всеволожского предприятия, во Всеволожске, завода Форд. Ну, это знаменитая история. Там Алексей Этманов, насколько я помню, это скорее исключение у нас из правил, к сожалению, чем правила. Но примеры есть. Ну, примеры, безусловно, положительные. Именно коллективной борьбы, именно того, что нужно объединяться, поддерживаете, Елена Владимировна, эту идею? Ну, конечно. Во-первых, у нас решили от неугодных, те, кто еще не сдал свои позиции, члены профсоюза, активные члены профсоюза, решили их сократить. Причем участок механизации подразумевает, что ни технологический процесс, ни количество объемов работы, ничего не меняется, но сокращают две единицы. Я написала непосредственно руководителю письмо вышестоящую организацию, но на сегодняшний день пока еще ответа нет. То есть, руководитель не обосновал непосредственно, почему именно эти единицы нужно сокращать. А вспомните, что руководитель сказал в суде по поводу того, что какую помощь он оказывал профсоюзной организации? Никакой. По вашему обращению. Это предыдущий руководитель. А что действующий руководитель сказал? Что она этого письма не видела. Когда я предоставила копию со входящим номером, а мы это не рассматривали. Она вспомнила, что две недели у нее уже пролежало это письмо, она его еще не смогла рассмотреть. Объявить выговор Юлия Владимировна не успела, причем работник отсутствует по уважительной причине. Заболел ребенок, и она сидит на больничном. И это не помешало работодателю издать приказ от 8 мая и объявить работнику то ли выговор, то ли замечание. Нет дисциплинарное взыскание, во всяком случае. И когда я задаю вопрос, а на каком основании, а почему, работодатель говорит о том, что а кто мне мешает. И говорит, только у вас работник отсутствует на работе. Вы не имеете права, это прямое нарушение нормы Трудового кодекса. Ни в одном глазу. Все нормально. Уважаемые радиослушатели, подводя итог, наступления на права трудящихся ведутся активно. Никто не застрахован от ситуации Юлии. Вас могут лишить премии, вас могут даже уволить. Поэтому, уважаемые радиослушатели, не надейтесь, что вас это не коснется. Объединяйтесь. Солидаризируйтесь. Другого выхода у нас нет. И боритесь за свои права. И боритесь за свои права. До свидания. До свидания, да, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушали страницу районов. Адмиралтейский район. А сейчас в эфире прозвучит авторская передача профессора, доктора философских наук Виктора Дмитриевича Комарова, где он читает и комментирует роман известной советской писательницы Галины Серебряковой о Карле Марксе. Карл Генрих родился в угловой комнате второго этажа, выходящей окнами на Брюкенгассе. С большого дивана темной карельской березы, служившего кроватью, Генриха смотрела, как впервые купали ее второго сына. Отец умиленно рассматривал черноволосое дитя. Мальчик год жил в комнате матери. Потом его сменил родившийся в 1819 году Герман. Карла перевели к старшему брату и сестре. Количество детских кроваток неизменно возрастало в доме под номером 664 на Брюкенгассе. Генриха воспитывала детей строго. Достаточно просвещенная, она знала, что воздух, чистота и правильный распорядок дня помогут укрепить их здоровье. Звание матери и жены, возлагавшее на госпожу Маркс множество обязанностей, казалось ей величественным. Генриха с детства готовилась к нему. В родном Нимвегине, медлительном голландском городе, ее учили утомительно сложному искусству охранительницы домашнего очага. Дом голландца, в особенности женская половина, закрыт для посторонних. Только родственники и близкие друзья вхожут туда. Окна немвегинских домов завешаны тяжелыми шторами, и жизнь обитательниц этих домов тиха, строга и уныло-благонравна. Образы бессловесных библейских супруг были на протяжении многих веков идеалом для каждой женщины, высокочтимой семье Бресбургов. Генриха умела искусно штопать, стряпать, стирать, пеленать новорожденных. Она изучала религиозные ритуалы и ждала замужества, чтобы посещать женский загон в синагоге и зажигать свечи в канун субботы. Каждое утро она слышала, как, надев полосатый талес, отец ее Исаак благодарит сурового еврейского бога за то, что тот не создал его женщиной. Генриета, однако, никогда не жалела, что родилась существом презренным, то есть женщиной. Жребий жены и матери казался ей блаженным. Ее тело было сильно и готово для родов, для любой работы. Она читала всегда с определенной целью, чтобы знать и тем предотвратить пороки своих будущих детей, чтобы добрым поведением, советом, экономией укрепить благосостояние будущего мужа. Исаак Бресбург был добрый отец, но не дело дочери выбирать мужа. Генриета, по примеру своих бабушек, могла стать женой Равина. Ей пришлось бы тогда обрить волосы, надеть рыжеватый грубый парик с нитяным пробором и вести жизнь традиционно замкнутую и полную женских унижений. Но случай спас ее от старых вдовцов, деспотичных равинов и купцов. Молодой трирский адвокат, человек широко образованный, женился на ней. Генриета Бресбург и Генрих Гиршель Маркс составили дружную пару. Генрих относился к жене с подчеркнутым вниманием. Итак, опять возвращаемся к самому Карлу. Карл, забежав из школы домой предупредить, что идет к Вестфаленам, узнал от сестры Софи об ожидающемся приезде брата-матери, дяди Иоганна. Во флигеле спешно готовили комнату гостью. В столовой Карл столкнулся с матерью, повязанной пестрым фартуком. Крайне забоченно она пересчитывала столовое белье, погрузив руки в белую пену салфеток и скатертей. Дяде Иоганну решено было устроить торжественный семейный обед. Воспользовавшись сумятицей и треволнениями, Карл легко получил разрешение уйти вместе с Софи к знакомым. Семьи юстиции советника и советника прусского правительства были издавна дружны. Софи стала закадычной подругой Женни. Добрые отношения связывали и одноклассников, Карла и Эдгара. Младшая дочь Вестфаленов была четырьмя годами старше Карла и почти достигла совершеннолетия во времена перехода его в последний класс гимназии. Бывало в детские лета, Карл дожидался, забившись в угол гостиной, покуда сопровождаемой матерью девушка не сойдет к карете, чтобы ехать на бал. Юноша Маркса в большом, несколько безалаберном Вестфаленском доме привлекали изобилие книг и умная беседа хозяина, всегда внимательный и дружелюбно встречавшего школьного товарища Эдгара. Каролина внушала Карлу равнодушие, равнодушное почтение своей холодноватой сдержанностью и барскими повадками, но Людвига он любил и ценил почти так же, как отца. Жена советника прусского правительства, происходившая из скромной дворянской семьи, чтила и в совершенстве знала генеалогию Вестфаленов. Противовес весьма демократическому мужу она любила порассказать о предках. Иногда по вечерам, когда дом спал, Каролина вынимала из ларца, украшавшего каменный выступ ее бодуара, посеревшее письмо бабушке Людвига, Жене Питарову. Шотландская аристократка, будучи на склоне лет, высокопарно описывала историю своей семьи. И бунтом, восстанием, плахи и костру отдали дань ее неспокойные предки. Первым в этом грозном параде мятежных аристократов, поднявших меч на корону, выступал Арчибальд Аргай. Его имя воскрешало перед Каролиной хмурую феодальную Шотландию 17 века, зубчатые дворянские усадьбы, глухие пастбища и унылые морские просторы. Тщетно Карл I пытался подкупить шотландского лендлорда, дарвав ему титул маркиза и осыпав дарами и мстивыми грамотами. Страстный, суровый пуританин остался непреклонным. Он поддержал английский парламент в борьбе с беспутным расточительным королем. В дни Кромвелевской диктатуры Аргай считался опорою пресвитериан в Шотландии. После реставрации он кончил дни на плахе, как государственный изменник и царев-убийца. На этом сегодня мы заканчиваем чтение глав из романа Галины Серебряковой «Юность Маркса». Вы слушали фрагмент авторской передачи профессора доктора философских наук Виктора Дмитриевича Комарова, где он читает и комментирует роман известной советской писательницы Галины Серебряковой о Карле Марксе. Вы слушали радиожурнал Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ «Питерская правда». Подготовленный совместно с радиостанцией «Радиогазета Слово». Наш контактный телефон 274 87 37 274 87 37